Телевизионный канал Реальность ТВ Добрый день, дорогие друзья! Я представляю вам седьмой выпуск моего телевизионного интернет-канала Реальность ТВ. В сегодняшней передаче мы поговорим о том, какое влияние оказывает критика на творческих людей. Подметить ошибку в деле еще не значит доказать просчет самого дела. Критика была бы, конечно, ужасным орудием для всякого, если бы, к счастью, она сама не подлежала критике. Виссарион Григорьевич Билинский А вот как относится к замечаниям в адрес своего творчества моя давняя коллега, на мой взгляд, интереснейший поэт из Хайфа Елена Текст, с которым меня связывают долгие годы творческой дружбы. Ну, как я отношусь? Нормально отношусь. Каждый имеет право задать мне вопрос, притянуть, так сказать, к ответу. Я все это выслушиваю с благодарностью. Думаю, если я соглашаюсь с человеком, который сделал мне замечание, я исправляю. Если я считаю, что я права, я оставляю так, как есть все. Ну и, конечно же, я не мог не попросить поэта почитать свои стихи, написанные в свете текущих событий. Я прочту два стихотворения о войне в Украине, одно, а другое о войне у нас. Первое стихотворение с эпиграфом Изанной Ахматовой. Задыхаясь, я крикнула шутка. Навалилась и стала жутко, рядом пропасть и пустота. Подхватила меня попутка, но поехала не туда. В полуправду, смешанной с ложью, по затоптанному жневью, по ухабами бездорожью, по загубленному житью. А вокруг танцевали тени, чьи-то фрейликс, чьи-то гопак. Хватит прений, довольно мнений, досточтимый ариопак. Мне не крикнуть, что это шутка. Шепчет Бог, не стой на ветру. Круг сомкнулся, в нем снова жутко. Но я выстою, не умру. На границе у тьмы и света долго зрело слово «война». Предала своего поэта вновь, как прежде, его страна. Бог, не шли бандитам прощенья, как молитву шепчу слова. Я молюсь за твое отмщенье, мой учитель Ахматова А. И стихотворение о нашей войне. Мы стремительно катимся вниз, в преисподней, озабоченной черти, нехваткою мест. На земле нашей грешной и в мире Господнем ничего не изменит указующий перст. Как вулкан изрыгает кипящую гмагму, так кипящую злость изрыгает Хамас. Наплевав на Коран и поверив имаму, совершают погром, завершая намаз. Из какого далекого средневековья ваши корни идут, и какой вы народ, амалек, сорняки, сатаны поголовье, вы отбросы земли и отвергнут изброд. Почему же закрыты глаза у Европы? Но в своей нелюбви к нам ей сложно признать, что Хамасовский флаг неизбежной субботы поднят ими давно, чтобы ее убивать. Совсем недавно, как в бреду, стихи писала, Но сердце чуяло беду, печаль вокзала. Откуда поезд уходил, нас разлучая, И луны свет слезу пролил, не различая, Что прощанье век, танго, и отчаянье крик, Танго, чувство яростный взрыв, Танго, и судьба на разрыв, Танго. Была любовь, теперь печаль, И где то счастье, И ночь темна, как вдовье шар, На вдовьем платье, И понимаешь, в этот миг Не будет встречи, Тоска огромная, как мир, Легла на плечи, Боль потери, И разлук, Танго, Жар в сплетении рук, Танго, Чувство яростный взрыв, Танго, И судьба на разрыв, Танго. Боль потери, И разлук, Танго, Жар в сплетении рук, Танго, Чувство яростный взрыв, Танго, И судьба на разрыв, Танго. Самой короткой кинорецензией считается заметка Леонардо Малтино о фильме 1948 года «Разве это не романтично?» Рецензия состоит из одного слова – нет. Увэ Болл, часто называемый одним из худших режиссеров всех времен, в 2006 году вызвал пятерых своих самых язвительных критиков, на боксерский поединок. Все пять матчей Болл выиграл, что было запечатлено в документальном фильме «Бешеный Болл». И в заключении выпуска я хотел бы объяснить свое толкование слова «критиковать». Критиковать – это значит объяснить автору, что он сделал не так. И как бы это сделал критик, если бы, конечно, умел бы. Когда уйдем из жизни, мир иной, и ангелы нас увлекут свои объятья, мы с Ленина заслужены покой. Поэта рубище – единственное платье. Когда уйдем из жизни, а сейчас, как можем, пишем новые метленки, но критик снова пригвоздит нас к стенке и отодвинет в лету славы час. И отодвинет в лету славы час. И будут в одиночестве ветшать осиротевшие стихи в тетрадках. И кто-то скажет, вот бы так писать, прощает и смахнув слезу украдкой. Когда уйдем из жизни, а сейчас, как можем, пишем новые метленки, но критик снова пригвоздит нас к стенке и отодвинет в лету славы час. Когда уйдем из жизни, а сейчас, как можем, пишем новые метленки, но критик снова пригвоздит нас к стенке и отодвинет в лету славы час. И отодвинет в лету славы час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok